Машина едет! Машина! О! Он сквозь нее прошел! Это призрак, друзья! Снимает комнату. Полетела. О! Кто это? У меня шнурашки. Аллигатор заполз. Вот он ныряет. В пассеин догоняет его. Что будет происходить? За ней повторяют получил... О! Отражение не повторяет за ней. Оно пошло! Жесть! Она встает! Как будто призрак ходит по музею. Кто это такой? Обычный леопард, друзья! Обычный леопард вышел на парковку. Часто ли такое бывает? Да почти каждый день. У вас леопарды гуляют по парковкам? У нас постоянно вот такие, я вам говорю. Сто пудово. Лера, она зовет, говорит, папа, вам смотри, леопард пошел в машину царапать. Да смотри это видео до конца! И напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии Котик. Первые правильные комментарии мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за три секунды. Раз, два, три. Молодец! Спасибо! Ты настоящий искатель приключений! Самый таинственный челлендж! Всем привет! Привет, друзья! В вашем канале Валеришка Геймс! Друзья, наша задача сегодня с вами не испугаться, не сказать вау. Напишите, кто из нас проиграл и сколько раз ты сказал. Ну что, поехали смотреть видео, снятое скрытой камерой. Что тут у нас? О, кот пошел! Ничего себе! Ребята, это снимает камера нару... Вау, он исчез! Ничего себе! Друзья, дорога! Так, смотрим. Кто это идет? Человек, человек! Человек, переходе дорогу! Ага! Ну, машина едет! Машина! О, он сквозь нее прошел! Это призрак, друзья! Это привидение? Ля, он то исчезает, то появляется! Да! Обалдеть! Ребята, самые сегодня крутятские видосики, снятые камерой наблюдения. Так, да он исчез вообще ушел. Что это, комната? Камера снимает комнату. Что там? Полетело. О! Кто это? Умно, аж мурашки. Время идет, друзья, это не монтаж. Это... И вроде дыму взяться неоткуда. И туману. Такое ощущение, что привидение залетело. Жестяк. Ой. Собачки сидят. Камера снимает в комнате. Никого нету, кроме собачек. Они чешутся. Видимо, ночь. Собачки чешутся. О! Стул подвинулся. Стул двигается. Не, ну это, ребята, можно было сделать, согласитесь. Из-под стола двигать стул. Легко. Так, гараж. Во! А что взорвалось все? Ничего себе. Ребята, напишите. Коляска поехала. Напишите, кто из нас. Никого там нету. Больше раз испугался. Алло. И сказал, вау, друзья, она поехала. Причем, если бы ее тянули, она бы ехала по одной линии, по прямой. А так она, видишь, зигзагами едет. Такое ощущение, что кто-то ей управляет. Но кто? Человек ходит. Вышел, дядя, вышел, смотрит. Как коляска едет. Дядя, ну, сделай что-нибудь. У нее холодный мозг слабый. Она сейчас увидит. Ничего себе. Алло. Что у нас дальше, друзья? Время идет все. Вечер. Восемь часов тридцать восемь минут. Так, что тут будет? Кто тут появится? Давайте смотреть, друзья. Или что тут изменится? Стул! Двигай! Как? Как? Я знаю, я знаю. Кто-то из-под стола деревяшка достает и двигает. Да? И там кто-то сидит и двигает. Так было бы видно на камере. Если бы это даже был монтаж, время бы шло прерывисто. А оно, видите, по секундам идет все подряд. Это все снимает видеокамера вживую. Ля, ля, ля. Бум! Кто здесь? Очень страшно. Знаете, что, короче, все ходят, ходят, ходят. Шарик! Шарик пролистил. Друзья, шестер. Шарик. О, еще один стул. А под столом никого нету, смотрите. Ребята, какие-то чудеса происходят в этой комнате вечером. Не знаем почему. Так, ребята, хит-парад наших самых изумительных кадров, снятых на скрытую камеру. Так. Что это? Первый. Девочка. В бассейне. Ну и что? Крокодил! Крокодил! Ёптить! Ё-моё! Крокодил! Мужик сдрыснул, успел. А девочка не успела. Я не сажал. Не-не-не, не сажал. Он слишком маленький. Он мог только укусить. Обалдеть, друзья! Вот это круто! Давайте второе. Поехали смотреть дальше. Что у нас будет? Оооо, жестяк. Иногда камеры, друзья, такое снимают, что на голову не наденешь. Поехали смотреть. Так, мальчик сидит за столом. Что у нас тут происходит? Змея! Змея! Собака! Гадюка, собака увидела, а он не видит. Собака увидела. А-а-а! О, а что у него это? Он что без трусов закрывает квадратиком? Блин, ну это жесть. Если бы она укусила, а если она ядовитая? Кстати, ребята, вот такие маленькие гадюки, они в основном смертельные все. У них яд очень сильный. Обалдеть, еще и черная. Круто! Пошла к нему. Жесть! Если бы не собака, он вообще бы сидел. А-а-а! Да еще собака! Он еще и босиком, друзья! Он еще и босиком был. Нет, он в тапках. Ну в тапках, но в ноги-то босые. Ну да. Вот она как заползает. Круто, друзья! Капец! Камера как с ними что-нибудь вообще! Так, поехали дальше. Смотри, что у нас будет. Третья. Девочка. Так, танцует. Ля-ля-ля! В спортзале. Показывает какие-то свои номера танцульные. Зеркала. Ага, вокруг нее все зеркала. Получается, вся комната в зеркалах. Что же будет? Устала. Так. Ну, что будет происходить? Пошла-села. Сидит. Ага. Ну и? Ну. Что будет происходить? За ней повторяют получу. О! О! Отражение не повторяет за ней. Оно пошло! Жесть, она встает. Вот, как будто бы она встает. А все только встают отражения. Да! И уходят, а она не повторяет. Она осталась и не пропала. Не просто это дедина, а вы девочки просто устали по зеркалам. Так, что это такое? Четвертый. Шарик. Четвертая камера. Ну, шарик летает. Ну и? Получается, это... Что это? Ну, это такое, не нарисуешь. Наверное, не придумаешь. Ну, и что это? Ну, летает шарик. Это, видимо, какой-то призрак или что это такое? Да нет, это, ну, это, блин, луч какой-то. Луч? А как он летает в луч по воздуху? Он должен быть на стене, если это даже солнечный зайчик или какой-то там свет фонаря. Он должен быть рассеян. А он точечный, смотрите, цельный. Крутяк. Друзья, в режиме реального времени все, смотрите, секунды идут, все по порядку. Ничего себе! Кустяк! Так, ребята, напишите, какой момент вам сегодня понравился больше всего? Так, пятая камера. Так, пятая камера. Так, пятая камера. Смотрим, призрак. Какая-то дымка прошла, друзья. Призрак ходит по музею. Походу, ему тоже стало интересно посмотреть на великий Да, ребята, наши призраки, они же могут проходить сквозь стены, но они не могут брать вещи, потому что они не обладают силой, они обладают телесными этими. Они просто, если они попытаются взять, у них просто рука. Они прозрачные, да, друзья, они просто как дымка. Так, автобус едет. Шестой наш, вау! Сбил! Сбил косулю! Бля, она ломится, выйти хочет! Она живая? Он даже ей ничего не сломал! Она окно разбила и живая? Обалдеть! Вот эта камера засняла! Бля, она хочет выйти. У нее, короче, болевой шок. Она не знает, она в состоянии эффекта. Носится, бьется головой обо все. Хочет выбраться наружу. Все лапы целые. Блин, класс! Только автобус испортила. Седьмая камера. Так, друзья, что-то у нас студия звукозаписи. Дядя по телефону. Смотри, 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 обвати внимание на... Шевелится что-то? Обрати внимание на пианино. О! Телефон взорвался? Что случилось? Телефон? Ох ты ж! Е-мое! А в начале еще пианино двигалось. Да! Кто это такой? Восьмое место. Дядинка. Ну, дядя ходит, снимает камера. Ну, зашел в дом. Что он тут? Ну, ножик во рту. Пошел из глазами. Камера снимает. Это ночь. Скорее всего, все в темноте происходит. Он ложку держит. Камера начинает убедить. Взял в рот что-то, взял телефон. Нет, он взял в рот ложку. Собирается обедать. Ну, и что? И что такого она нам тут сняла? Страшного. Ну, подумаешь, дядя залез вор в комнату. Взял что-то. Короче, друзья, непонятно. Девятая. Так, что дальше? Девятая наша камера. Во! Леопард вылез! Или это пума? Кто это такое? Кто леопард? Обычный леопард. Друзья, обычный леопард вышел на парковку. Часто ли такое бывает? Да почти каждый день. Ребята, у вас леопарды гуляют по парковкам? У нас постоянно вот такие, я вам говорю. Стопудово. Лера меня зовет, говорит, папа, смотри, леопард пошел твою машину царапать. А там собака, смотрите, его увидела, короче. Друзья, в шоке. Гавкает, хвостом виляет. Так, десятое. Кто это такое? Волк. Это лес, трасса. Ничего, обычный. Пустые? Горилла! Горилла? А что она на каблуках? Кто это? Это в костюме, короче. Это, ребята, постановка. Просто человек себя, видимо, фоткал на природе ночью. Он у него какие-то костыли катательные. По радиопомехе, вау, слендер. Слендер. Вылезло что-то. Вау. Вот, смотри, душа поднимается с человека, прозрачная. Он что, умер? Это слендер идет, зай мальчиком. Текай. Снимаются по лестнице. Да тут не все равно. Ох ты. Кто это такой? Гляньте, лапы какие. Это не человек. Это не человек. Бегите. Начинает снимать свой двор. Вау. Да похоже очень на инопланетянина. Глянь. По истории в этом лесу погибли два человека. Вау. Вау. Он захватил ее. Одна хуйня там будет происходить. Давайте смотрим. Вау. Рука, видела? Капец, кто там? Кто там? Там человек. Как будто бы оттуда кто-то когда-то сбросился. Это его призрак. За стулом. Да, черный день. Призрак, черный день. Вытягивают ее, друзья. У меня ж мурашки. Капец. Досмотри это видео до конца. И напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии Котик. Первые правильные комментарии мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за три секунды. Раз, два, три. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Сегодня Слендер самые загадочные существа в заброшках. Всем привет, друзья. Всем канал Дискокеймс. Напиши, кто из нас сегодня больше рассказал, Вау. И сколько раз ты сказал. Ну что, смотрим скрытые камеры. Будет очень круто. Поехали. Так, что тут у нас? Мальчик. Мальчик спит. Штора, а что ветер в комнате? Ох ты. Кто это? Как это сделали? Это что, подстроили? Ты или это реально призрак? Как это? Ль, что с ним происходит? Ох ты. Как будто этот призрак начинает в него вселяться. Ль, у него колбасит. Ушла. Он успокоился. О, голова. О, нет. Жесть, это реально в него вселился, друзья. Вот это вот девочка. Так. Мужчина спит на остановке. С него поднимается кто-то. Где? Вот, смотри. Душа поднимается с человека. Прозрачная. Он что, умер? Обычно душа поднимается с тела, когда человек умирает. Она еще посмотрела на него. И ушла. Друзья. Друзья. Поднимается душа и уходит. Или она вернется. Или это просто она во сне от него ушла. Жесть. Напишите, кто сегодня, сколько раз сказал. Вау. Сколько раз ты сказал. Так, друзья. Снимают речку какую-то. Просто с крыши стройка идет. А, ну она нет на специальной штучке. Вау. Что? Кто там? Смотри. Это животное какое-то вынырнуло и погрузилось обратно в воду. Кто это такое? Кто это такое? Вы. Так. Что тут у нас? Мужчина снимает, услышал какие-то звуки и начинает снимать свой двор. Вау. Да похоже очень на инопланетянина, глянь. Он наполз, он наполз. Он удирает. Убегает. Он увидел человека, посмотрел на него какое-то время, друзья. И убежал. И сдрыснул. Так. Мальчик купил новый велосипед. Хвастается. Хочет показать, какой у него классный. Вышел на открытую дорогу перед посадкой. И показывает свой велик. О, кто там идет? Глянь, высокий. Это что, Слендер? Да, это Слендер. Он похож очень на Слендера. Это Слендер идет. Зай мальчиком. Секай. Уезжай. Смотри, он идет по дороге. Мальчик его не видит. Высокого роста, очень непропорциональный человек. Таких не бывает людей. Это не человек. Это Слендер был. Под мостом. Ползет кто-то. Под мостом. Вверх ногами, друзья. Человек так не может ползти. Капец. Это как какое-то существо. Цепляющееся за дно моста. Это человек-паук. Ты какой-то человек-паук, друзья. Ох ты. Ребята снимали на камеру и увидели вдалеке что-то похожее на Слендермена. Они спрятались. Куда-то убежали. Спрятались. Думают, что он их не найдет. Он захватил его. Одного в поймал. Второй убегает. Второй думал убежать. Но у него не получается убежать. Он не может бежать. Слендер его как бы обездвижил. Помните, друзья, как мы с вами в Роблокс играли. Где нас Слендер и Прокс. Мне кажется, это костюм. Да мне тоже кажется, что костюм, друзья. Смотрите. В зеркале человек не так движется, как за рулем. А ну давай посмотрим. Смотри. Вообще не так. Отражение не повторяет движение человека. Во. Круто. Как он это сделал? Так. Это какая-то кукла. В галерее. Маска куклы в галерее. Открывается сама дверь. Ну. Что будет происходить? Ну, в принципе, можно за веревочку, наверное, подергать, когда открываешь. Глаза. Глаза. У нее пошевелились глаза. Рот. Смотри. Глаза. Она начала разговаривать. Призрак на улице. Призрак на улице. Во. Смотрите, друзья. Пошел еще. Пошел, друзья. Призрак. Его не было. Показывает. Вон он из-за столба вышел. Скрытая камера снимает. Так. Девочка залезла у нас в шкаф. Ее кто-то снимает. Ну, поиграться, наверное, хочет. Может, в прятки играет. Так. Что с ней там будет происходить? Давайте смотреть. Ох ты. Рука. Видела? Видела рука вылезла? Да, она поползла. Какая-то детская маленькая белая рука. Как призрака вылезла из-за угла. Это не могла бы девочке на руках? Краснодарский край. По идее. Краснодарский край. Любительская съемка. Очень круто. Смотрите новые видео на Валеришке Макс, на Валеришке Симона, на Валеришке Плей. Капец, кто там? Кто там? Там человек. Человека там не может быть. Это собор Святого Петра, Ватикан. Там человек, как будто бы оттуда кто-то когда-то сбросился. Это его призрак. А почему у него руки такие, как у Слендера? Похожи очень на Слендера человек. У него нет белого лица. Нет белого лица, но он весь черный. Так, друзья, машина остановилась на обочине трассы. Идет кто-то. Идет какой-то человек, друзья. Смотри, это призрак. Призрак идет, причем никуда не спешит. Машины проезжают сквозь него. Он уходит просто в поле. Белый прозрачный человек уходит в поле. Так, что тут у нас в лесу? Ну, дырка. И что там в земле? Кто там будет? Ох ты! Желтый глаз, черный. Видела что-то? Да. Одноглазое что-то такое? Непонятно, какое-то существо. Как беззубик. Желтые глаза. Так, посадка. А если это просто кот, но который не до конца вылез, а у него есть второй пас. Ну да. Так, может быть, кстати, друзья. Посадка, дорога. Вау. Переходит дорогу. И с одного угла в другой. Друзья, говорят по истории, в этом лесу погибли два человека. Ох, ты видела? Смотри, за спиной ее. Кто-то появился, этого не было. Потом девочка, когда пересмотрела видео, которое она сняла, она реально пришла в ужас. Кто был за ее спиной? Да, я вижу. Его не было. Она была в этом доме одна. Так, друзья, ребята заблудились на машине. Разворачиваются. Заехали в тупик, в лесу. Радио помехи. Вау. Слендер. Слендер. Реально стоял. Высокий такой. Таких людей не бывает. Это сверхчеловек какой-то. Так, позаброш... Заброш... Кто это такое? Вылезло что-то. Вау. Заброшка еще одна, друзья. Так. Это заброшенная школа, похоже. Заброшенная школа. Ребята идут с камерой, снимают. Ну, и что там? Вау. Вылезло. Что там? А, все. Валя, валя. Бросают камеру. Ну, такое можно подстроить, конечно, без проблем. Просто друга своего туда засунуть, он там в капюшоне вылезет и будет всех перепугать. Так. Ну, что это? Труба, дом заброшенный. А, это опять же тебя. Ох ты, пробежал кто-то, видела? Ну, можно такое построить, друга поставить просто. Так он не человеческое его тело, смотри. Это как вот, как инопланетянин какой-то. Так можно вот так побежать, блядь? Ну, в принципе, наверное, да. Так, еще одно заброшенное здание. Что тут такое, друзья? Дом, темно, темнота. Это ночь. Вау. Вот с такой большой головой, друзья. Это пришельцы могут быть только. Зачем люди ходят по заброшкам? Зачем люди ходят по заброшкам ночью с фонарем? Для меня вообще дикость. Зачем они это делают, Лера, не знаешь? Друзья, это трыше шапы на голову. Так, еще одна, друзья, заброшка. Ну, это днем заброшка. Ребята наши что-то снимают, фотографируют. Это ребята, это все нормально. Давайте смотреть, что они увидят. Или увидят они здесь вообще хоть что-нибудь. Так, поднимаются по лестнице. Да тут ничего нет. Ох ты. Кто это такой? Гляньте, лапы какие. Это не человек. Это не человек. Бегите. Жесть. Глянь, кто это такой с головой такой волосатой? Это как домовой был. Так, девочка. Обратите внимание на стул. Обратите внимание на стул. Девочка сидит в офисе одна. Стул начинает двигаться. Ну, предположим, с под стола его ногой двигают. Хорошо. Так, ладно. Ну, допустим. Ну, двигается. Друзья, напишите, какое сегодня видео вам понравилось больше всего из скрытых камер. Допустим, двигают. Ну, двигают с под стола, да. Как бы ничего такого необычного. И толкнули, и поехало оно. Так. Ну. Что дальше будет? О, бутылка. Упала бутылка. Оглушила ее. Видать, громко упала. Стеклянная, небось, была. Она не может понять, никого нет. Смотрите, давайте повторю смотреть. Падает бутылка. Кто может это сделать? Ну, я не знаю, кто может. Как бы никого рядом нет. Ну, очень странно. Давайте смотреть, что будет дальше. Кажется, это домовой. Это какой-то полтергейст может быть, друзья. Смотрите, она идет. Поднимаю. Девочки, кстати, стойкие нервы. Вообще, вокруг нее двигаются предметы. А она в наушниках и, короче, не алло. Не, Пусик. Неужели сейчас опять она же упадет? Не знаю, друзья. Смотрите, что-то появляется. Возле стула, смотрите. Возле стула ее. За стулом. Да, черный день. Призрак черный день. Вытягивают ее, друзья. У меня аж мурашки. Капец. Вытянула ее со стулом. А ну, смотрим. Она не могла так оттолкнуться от пола сама. Появляется призрак за ее стулом. Смотрите, друзья. И тянет ее. Тень тянет. Жесть. У меня падает такая чуха. Смотри. Там какой-то бензовоз. Сейчас будет авария. Поверни голову, братан. Ты сейчас смажешься. О, нет. Улетел, смотри, куда. Мороженщик. Он приехал к мороженщику. Ой, здравствуйте. У меня самое вкусное мороженое в городе. Покупайте. Слушай, я, мне кажется, тебя знаю. Ты, случайно, не рот из Ice Cream 3? Так, надо решать. Все, все понял. Все решай. Отсюда как можно быстрее. Вон они идут, смотри. Ребята, это кранты. Ну да, конечно. Не потягаешься-то со спортивной машиной. И тут он вспоминает, что он же может перемещаться. Получается, не только Эндермен может перемещаться, еще и он может перемещаться. Они могут поменяться местами. Он, короче, его сейчас на велик посадит. Очень был смешной анекдот про зеленую пыль. Так все смеялись, так все смеялись, что все попадали. Причем никто не убегает, а просто стоя, друзья, на месте падает. Вон еще один с квартиры вышел. Короче, деревня дураков, друзья. Спасается. Давай, дружок, спасайся. Смотри, полиция ему прикреждает дороги. Руки вверх, штаны наверх. Корзинку снять, показать, что в трусах. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за три секунды. Раз, два, три. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Самые смешные анимации про школу Майнкрафт. Всем привет. Привет, друзья. Всем канал. Рыжка Геймс. Поехали. Так, наши друзья. Играет. Это Эндермен. Они вот что-то играют. Смотри, скелетон, слаймик, все робот, крылья, смотри. А, они в Майнкрафт играют. Замбли Апокалипсис. Да, ребята, им нужно здесь убивать зомбаков. Посмотрите, ребята, но они на уроке. А учитель, видишь, учитель, короче, вышел. И они сидят, рубятся в этом, на айпаде или на айфоне. Майнкрафтик. Майнкрафтик. Я про. Всех пострелял. Эндермен, красавец. Все его похлопали. А, это не Эндермен, это этот. Блин. Как его зовут? Ого, как их много. Ребята, как зовут этого персонажа? Это брат скелетона, по-моему. Всех, короче, грохнул. Все, победил, победа. У-ху. Ли-и-и. Класс. Кроме зомби, зомби самые нечисленные. Учитель пришел. Говорит, так, все, спишем контрольную. Очки упали. Планшет спрячь, сейчас учитель заберет. А ну ты дай сюда. Так, короче, забрал у него планшет. И чего? А что ты на парту залез вообще? Ой, это извините, я тут радовался, танцевал туда-сё. Спускайся быстро. Так, телефон забрал в ящичек. Смотри, у него там пустолет, обалдеть. Так, погнали. Итак, сегодня у нас экзамен. Ё-моё, как экзамен? Жесть какая-то. Кто это придумал? Так, всем раздали тесты, пишите. Слайм, смотри, запрыгнул. Зомба крепко чешет. Принятежка. Вообще рот открыл. Эндермен, надо что-то делать. Надо исчезать. Шо это такое? Божечки. Сколько каракулей, циферок, буковок, значков всяких за корючек. Я на такое не подписывался. Я этого делать не буду. На фигму насмотри. Так, надо решать. Все, все понял. Все решай. Кто еще не хочет писать? Я не знаю прямо, что делать. Так, а он может у себя в мозгу какие-то финтиплюшки делать. Да, друзья? Смотрите, какие-то циферки побежали. Все решилось. Само по себе решилось. Он волшебный. Как зовут этого персонажа? Так, Стив Херабрин к нему идет. Это, здрасте, я готов. У меня весь тест уже написан. Вот. Я все написал. Да ладно. Ого. Класс. О-о-о-о. Ничего себе. Сейчас вымароку подебал. Шлепнулся. Я про. Все, продолжаем играть дальше в Майнкрафт. Я пошел, мне пора. Шлепки такие. Вот это да. Вот это написал, друзья. Что произойдет? Так, а, он получается к себе домой приехал или куда? Я про с очками пошел. Ага, пошел в очках, друзья. Так. А, он домой к себе, наверное, приехал. Точно, смотрите, у него тут велик. Что написано? Как его зовут? Не знаю. Ребят, замесите, как его зовут? Скелетон, наверное. Холодинник. Да, ну, судя, потому что он весь прозрачный, это скелет. Так, что похавать? А что там у него? Косточка, паутинка, мышка повесилась. Ой, собачка. Собачка тоже, смотри, очень давно не кушала. Аф, аф, говорит. Хозяин, я тут с голоду сдохну, пока тебя со школы дождусь. У меня для тебя есть косточка в паутинке, будешь? А, очень вкусная, ням-ням. Понравилось, побежал на кроватку грызть. Так, ребята, что будет дальше? Это очень крутая серия. Блин, а где моя еда? И здесь будет очень крутой сюжет. Оставайтесь с нами, поддержите лайком эту серию. Напишите, кто это сегодня больше раз засмеялся. Он решил поехать в магазин. Да, решил поехать за покупками. С очками. Потому что кушать нечего. Выезжает, короче, на дорогу. И ему в сторону города ехать сколько там? 10 километров. 10 километров, отлично. Не спеша будет ехать до послезавтра, друзья. На велике это очень, на самом деле, далеко. Так, что происходит у нас в это время? А, школьные автобусы, остановка. Так. Что там люди ходят? Ага, куда они приехали? Куда он их привез? Что это вообще за автобус? Он просто мимо проезжает. Так, смотрим, друзья. Что будет происходить с нашим скелетоном? Так. Я приехал. Ларек мороженого, смотри. Мороженщик. Он приехал к мороженщику. Ой, здравствуйте. У меня самое вкусное мороженое в городе. Покупайте. Слушай, я, мне кажется, тебя знаю. Ты, случайно, не рот из Ice Cream 3? У меня мороженое, говорит, по 5 долларов. Покупайте, пожалуйста. Какое вам? Мне розовое. Окей, все. А деньги? Куда ты делся? Без денег уехал. Ля, он злится. Короче, рода накололи. Скелетон уехал, кушает мороженое на велике. Так, смотрим дальше. Что будет, ребята? Феррари. Ого. Ага. Че это? Крутая какая поехала. А че это? Преследует его кто-то, Лера? Я не знаю. А это на велике? Давайте смотреть, сколько она едет. Обогнал, и у мороженого упала. Ляп. Ё-моё. Про написано. А, короче, это какой-то про. Бздынь. Так, такой. Короче, я крутой, а ты тут так погулять вышел. Давай, короче, с тобой. Будем с тобой на перегонки. Врум, врум, врум. Ты че, дурачок? Ты на машине, а я на велике. Какие перегонки? Тем более на Феррари. Зеленый. Желтый. Зеленый. Ву-ху, поехали. Не спеша продолжает ехать наш скелетон, да, пытаясь догнать Феррари. Он вообще этому абсолютно не беспокоит, что он очень сильно опаздывает и отстает. Ему вообще все по барабану. Но тут он начинает ускоряться. Смотрите, как он быстро крутит педальки. Как быстро крутятся его маленькие колесики. Он догоняет Феррари. Говорит, братан, я тебя догнал. Вон педальку в пол, смотри. Ву-ху. Уехал. Ну да, конечно. Не потягаешься-то со спортивной машиной. И тут он вспоминает, что он же может перемещаться. Получается, не только Эндермейн может перемещаться, еще и он может перемещаться. Они могут поменяться местами. Он, короче, его сейчас на велик посадит. Точняк. О нет, бау. На велике-то тут кататься не может, дружище. На велике это тебе не на спорткаре. Поэтому учись кататься на велике тоже. И, короче, поехал. Смотри. Там какой-то бензовоз. Сейчас будет авария. Поверни голову, братан. Ты сейчас вмажешься. О нет, бау. Видите, вот смотри, куда. Впечатался. Ребята, это какие-то радиоактивные были вещества. Смотрите, они поднимаются и начинают испаряться в воздух. Сейчас что-то происходит. Это какие-то химикаты. Лера. А это, случайно, не про зомби? Обычно такие... Ну, наверное, может быть, даже и про зомби, друзья. Давайте смотреть. Оно наполняет атмосферу. Все, пошла утечка радиации. Водитель, смотри, впечатался в руль. Да, Лера, ты была права. Зомби-апокалипсис начинается. Беги, дружок. И закрой нос. Закрой нос, надень очки и сядь на велике. И души в том. Так. В том инфекция не попадет. Да, попадет. Он прибежал в деревню. Ага, тут деревенские жители рассказывают друг другу анекдоты на веранде, травят байки. Э, друзья, сейчас вам всем тут будет капец. Срочно собирайте вещи и валите, потому что зомбаки идут вот такие. Поняли? Валите бегом. Эй, что ты нам тут рассказываешь? Ой, смешной анекдот. Такой самый смешной анекдот. Ты такой нам, Михалыч, сегодня еще не рассказывал. А, ребята, вы сами виноваты. Я вас предупредил. О, нет. Они сейчас все станут зомбаками. Лера. Да. Интересно. Общи. Пау, упал. Так, упал. Тоже упал. Они, короче, все, друзья, дружно решили попадать в обморок. Но они почему-то не становятся зомби. Они просто помирают. Был крутой анекдот. Сколько радиоактивной пыли. Они все, короче, дали раправа со смеху попадали. Очень был смешной анекдот про зеленую пыль. Так все смеялись, так все смеялись, что все попадали. Причем никто не убегает, а просто стоя, друзья, на месте падает. Вон еще один с квартиры вышел. Короче, деревня дураков, друзья. Которая рассказывает анекдот. Припасенных деревенских жителей, которые ходить не умеют, наверное, и все стали зомбаками. Друзья, смотрите. Они поднимаются и начинаются их зомби-апокалипсис в их деревне. О, нет. А языки. Ну что, давайте дальше анекдот рассказывать. Кто остался еще жив? Они его увидели. Все, они начинают двигаться в сторону города. Слушай, я же был в игре про... А-а-а! Караул! Очки забыл. Ребята, куда он полетел? Ну машину ты уже не соберешь, братан. Тебе нужно на велик садиться и чухать отсюда как можно быстрее. Вон они идут, смотри. Ребята, это кранты. А если они доберутся до города, это же будет вообще крышак. Что будет, друзья? И пыль, смотрите, движется в сторону города. Радиация вся. Дебил! Так, кто-то лежит? С очками. Припечатанный в полу, упадай с велосипеда. Так. Садись на велик, чешет. Пипела! Садись на велик, уезжай. Да, уезжай. Поехал. Ну вы так будете, да, да, да. Ну этому сейчас будут кранты, Лера. Они сейчас его пригрохают. А этот свалил. Уехал. Уехал. Ребята, куда он приехал? Разыскивается. Он разыскивается, но у него уже в розыск подали. А мороженщик кричит полицейскому. Вон он! Он мне заморожено, не заплатил. И вы его, кстати, ищите. За него награда. Я поехал. Все, мне пора. Заворачивается. Уезжает, ребята. Спасается. Давай, дружок, спасайся. Смотри, полиция ему пригружает дороги. Руки вверх, штаны наверх. Корзинку снять, показать. Что в трусах? Господи. Он никуда не сможет деться. Его окружили. Интересно, куда он будет. Друзья, интересно посмотреть продолжение. Поддержите лайк, если хотите продолжение зомби-апокалипсиса в городе Майнкрафт. Смотрите все новые видео на Макс, на Сим, на Плей, на Геймс, друзья. Ссылочки в описании, ведь мы все стараемся только для вас. Потому что у нас 100. Самый лучший. И потому что мы всех очень любим. Очень-очень любим. Всем пока-пока.